Всем привет, кто уже подсоединился. Меня зовут Антон Еременко, я редактор моды Harper's Bazaar, печатной версии. Сегодня мы будем разговаривать с Катей Сильченко, которая невероятная девушка, классный дизайнер, ну и в принципе просто супер приятный человек, с которым всегда интересно поговорить. Мы сейчас ждем, пока Катя подсоединится. Я супер рад, что вас так много сразу. Мы собирали, кстати, вопросы заранее, часть из них я буду задавать Кате во время прямого эфира, а также вы можете свои вопросы присылать. У нас есть отдельная вкладочка во время прямого эфира, и я буду в конце тоже спрашивать Катю о том, что интересует конкретно вас. Вот. Так, что такие дела? А вот Катя тут. Катя, а пошли, пожалуйста, запрос. Потому что... Так, давайте добавить. О, привет, 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 привет. Так, хорошо слышно. Да, кстати, тут есть классная опция улучшать себя. Да, да, лучше все-таки это сделать. Супер рад тебя видеть. Это взаимно. Как-то офлайн мы уже давно не виделись. Скажи мне, пожалуйста, как день рождения? Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Я хотела, чтобы ты рос и дальше. Ты такой фанат своего дела, ты так отдаешься ему. Спасибо большое. Ты на своем абсолютном месте. Я мечтаю, чтобы ты дорос до главного редактора любого издания, которого ты пожелаешь в стране и за ее пределами. Как ты пожелаешь? Пусть это сбудется. Я классно. Для тех, кто не знает, у меня вчера был день рождения, мне стукнуло 30, чему я безумно рад. Вот. Я супер классный. Я вчера виделся со своими близкими друзьями, которые... Вот мы живем все в одном жилом комплексе, которые зашли в гости с тортиком, и мы классно посидели, и было очень уютно и мило. Вот. В целом, хорошо. Я как-то переживаю этот карантин довольно сложно, потому что я привык к большому числу вообще активностей в своей жизни, и сидеть дома довольно сложно. Но даже здесь я как-то умудряюсь время с пользой проводить, поэтому... А можно я тебе задам пару вопросов? Мне интересно. Я думаю, что всем будет интересно. Первый вопрос. Что вы сейчас делаете в брейнсторе относительно обложки? Вы сейчас думаете, что же будет дальше, и о чем мы будем говорить? И как мы будем говорить? Ну, мы понимаем, о короне, о всем, расскажи. Ну да. Мы на самом деле... У нас уже есть обложка майского номера, которую мы сейчас готовим. Она была снята еще до всех перипетий. Она была снята еще в феврале. Вот. Поэтому относительно выносов, это, конечно, все остается за Аней Зимсковой, за главным редактором. Только она как бы может это решать. Поэтому, да, номер будет очень позитивный, я надеюсь. Обязательно. Мы вас просим. Обязательно. Как-то вводить в стресс еще больше, потому что медиа и так об этом очень много говорят. Будет очень много интересных материалов, много интересных интервью. Я буквально позавчера разговаривал, такой тизер маленький, с Даниэлем Росбери из дома с Киапарелли. И это было очень прикольно, и будет хорошее интервью. Потом будет много других классных статей. В общем, оставайтесь с нами, мы за то, чтобы в это время получать позитивные новости. И скажи мне по поводу тиража. Вот как сейчас быть неинтересно модный журнал? Вы сейчас пытаетесь эту динамику продаж? Как-то что-то смещается? Просто, чтобы мы знали, знаешь, куда идти и где покупать. Я не владею цифрами, но точно знаю, что мы... Вот у нас вчера буквально, или позавчера вышел апрельский номер. Он будет доступен в супермаркетах, где люди покупают продукты. Продукты, да. Поэтому не поленитесь подойти к газетному стенду в вашем супермаркете. Не знаю, это Сильпо, Новус, в любом, который рядом с вами. И, скорее всего, вы найдете наши журналы там. Потому что газетные ларьки... Я не знаю, как работают сейчас газетные ларьки. Мне кажется, закрытый. Я тоже, видишь, этот момент мы не отслеживаем. Но ввиду того, что вот недавно, пару дней назад была обложка, у меня люди все спрашивают, Катя, а где, 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 где же приобрести? Я говорю, ну, наверное, супермаркеты, и там буквально сейчас появляются, да. Потому что для меня, понимаешь, мы же люди, мы живем сейчас в онлайне, но для меня так важно отложить телефон, отключить, взять журнал. А потом летом, знаешь, на пляже, когда солнце светит, ты не хочешь, ты хочешь купальник, какой-нибудь коктейльчик, рядом ребенок. Ты взял, развернул статью. Здесь приветственное слово главного редактора. Я от этого получаю такое удовольствие огромное. Я так хочу, чтобы журналы продолжали делать свою работу, чтобы они радовали нас. Потому что для меня это всегда как книга. Знаешь, я, кстати, нашла, у меня сейчас нашлось время, все, что я покупала на винтажных рыночках, вот, все это перелеснули. Ну, посмотри, это 51-й год, элегантство, Италия. Вы не понимаете, я вот хочу просто показать. Эта красота, конечно, я ретро-женщина, и я люблю это. Ну, посмотрите на эти линии, посмотрите на этот листер. Да, да. Все говорят, ну, посмотрите, в каких прочтениях оно было уже 50 лет назад, насколько интересным. Крой, элементы, ну, посмотри, посмотри вообще. Я не могу, я... Да, это суперкруто выглядит. Вот, 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 и вот это все осталось, понимаете? Это все можно еще взять и над этим посидеть. Вот о чем я хочу сказать. Да, и на самом деле мы тоже за позитив, за то, чтобы люди получали хорошие эмоции. Во всяком случае, мы всегда об опыте, да, то есть все чтение журнала — это опыт, это время для себя, это возможность выдохнуть в какой-то момент, и мы хотим сохранить эту атмосферу. У нас вот вышел в большом формате априсский номер, который буквально вчера поступил в продажу. Мы активно уже заканчиваем подготовку майского номера, вот. который тоже будет классным, поэтому... Я вот сегодня, я сегодня пойду за продуктами после нашего эфира, и я обязательно приобрету апрельский номер, и всех призываю. Спасибо большое. Вот, давай, я с чего хочу начать? Я, на самом деле, хочу тоже с кризисной ситуации начать, но я не хочу спрашивать тебя о том, как ты через это проходишь, потому что, во-первых, вы вчера с Ромой это детально обсудили, и эфир еще доступен на странице, и все могут посмотреть. Я хочу с другой, немножко более философской подойти стороны. Не кажется ли тебе, что этот кризис, который мы сейчас проживаем, это пандемия и финансовый кризис, который за ним следует, что это возможность для людей вспомнить основные ценности, которые мы на бегу, возможно, потеряли сейчас? То есть в этой гонке, спешке, в которой мы жили до этой паузы, можем ли мы сейчас вспомнить главные ценности, которые должны сопутствовать нашей жизни? Да, и это происходит с нами. Я подумала, когда я ехала вчера на работу, о том, что я проезжаю церковь, хотя у меня есть желание туда зайти, потому что я спешу. Я все время спешу и бегу, бегу, бегу. А когда сильно плохо или сильно больно, или как-то все сжалось, или хочешь какой-то помощи и сам не справляешься, вот хочется зайти туда. И идешь, и бежишь, и уже с слезами на глазах, и уже как будто сам не могу, помогите. Сила места, не знаю, сильная энергия намоленная, помогите. Вот точно так же здесь. Мы бежали, мы как будто не можем остановиться. Мы бежим, бежим, бежим. И сложились обстоятельства, которые нас остановили, потому что так бы не остановились. Я знаю себя, я иду в церковь лишь тогда. Я говорю о том, что у меня там есть иконы, и все. Вот, и у меня дома храм, и все. Но когда сильно больно, я иду, и я прям плачу, прошу, благодарю. Вот, и прям уже в состоянии совсем тяжелом, наверное, таком сложном для меня. Вот я думаю, что нам сейчас всем сложно. Внутренне я общаюсь часто с подругами, с женщинами, делюсь с клиентами на связи. Говорят, что страха какого-то сверхстраха нет. Нет, есть внутреннее ощущение переосмыслия, переостановись, покой. То есть душераздирающего ничего не происходит. Но вот эта пауза, наверное, все-таки должна была произойти с нашим миром. Вот, например, церкви, себя по отношению к церкви, я это поняла. Что я могу остановиться и зайти туда, когда мне слишком плохо, знаешь. А так все время я пробегаю, пробегаю, мучу. Слишком много дел у нее, видите ли, знаешь. Согласен, да. Ну, есть какое-то ощущение, что мы вот гнались в какой-то гонке без пункта назначения, знаешь, что просто гнаться ради того, чтобы гнаться. И ты понимаешь это прекрасно, потому что у вас дедвайн, у вас каждый месяц. Да. У нас раз в полгода, плюс коллаборации при коллекции какие-то, капсулы. Вот, и мы понимаем, мы понимаем эти сроки, мы постоянно. У меня семья говорила, да когда же это остановится, Катя? Ну, это просто невозможно. Что, что делаешь коллекцию, ты только сделала шоу, и через два дня ты собираешься, летишь на какую-то выставку, на которой ты ходишь днями, уставшая, ломит спину. То есть, я говорю, я не могу, потому что опять закупка тканей, опять работа, опять заново. То есть, прошло два дня, вот два дня, когда ты еще перебираешь материалы на сайтах, смотришь фотоотчеты, какие-то комментарии, и все, и потом берешься за новую коллекцию. И вот даже это наслаивается очень часто. И вот точно так же вы живете, вы не можете не сделать номер. Я подумаю об этом завтра, вы не можете себе об этом позволить, вы должны каждый день работать. Я помню, мы когда-то даже были на показе «Шанель» во Франции, и после показа интервьюировали Лагерфельда, и на вопрос о том, что вы будете делать сейчас, вот после показа, когда состоялось грандиозное шоу, которое стоило миллионы евро. Он сказал, что я еду убирать ткани для следующей коллекции. Ну, то есть, я не останавливаюсь ни на секунду. И мне кажется, что мы все живем в таком ритме, и сейчас отличная возможность пообщаться с близкими, уделить время им, не знаю. Я, на самом деле, по себе заметил, что я даже во время карантина стал более общительный. У меня появилось время общаться с людьми, даже если я это делаю в чатах или в каких-то вот видеоколах, как с тобой, например. Но я стал более общительный в это время. Есть ли у тебя какие-то привычки, которые... Расскажи мне, в двух словах нам интересно, вот ты соприкасался с Лагерфельдом, то есть у вас было интервью. Расскажи о нем вот свои ощущения. Просто, может быть, кто-то не видел, не видел статью, не видел. Скажи в двух словах, мне очень интересно услышать. Ну, он, на самом деле, моментально режиссировал ситуацию вокруг него самого. Он художник, да? Он сразу явился, да? Он, да, он сразу... То есть мы сделали интервью, я еще тогда с Дашей Шаповаловой работал, мы ездили, и он там, когда делают такой пресс-рум, где он встречается с журналистами, группы журналистов заходят... Ну, не группы, там, съемочная группа, например, заходит, каждая по очереди, и он говорит, меня нельзя, например, снимать на белом фоне, потому что у меня белые волосы, я буду выглядеть плохо. Он такой приветливый, он всегда жал руки всем, кто с ним встречался, он всегда поддерживал беседу, он любил аналитические вопросы, он любил глупые вопросы. Ну, то есть... Ты подготовился. Ну, это было очень прикольно. Вот. И, конечно, незабываемый опыт. Поэтому, конечно, такие моменты остаются. Вот. Расскажи о своих привычках, как они изменились во время карантина, и начала ли ты за собой замечать какие-то новые привычки, которые у тебя появляются за это время? Ну, я признавалась, как-то записала stories, когда я поняла, что эфиры переполнены, а прошла уже неделя практически, а я настолько ленивая. Я позволила себе быть ленивой, потому что я всегда должна быть сверхрезультативной. Это, конечно, какой-то момент во мне включилось, когда я поняла, что я не хочу плохо жить, я хочу жить хорошо. Тонечка, подождите. Вот. Я хочу жить хорошо, и для этого нужно много работать. И если моё дело сдвигалось, развивалось, и начало процветать, я поняла, что нет. Знаете, я из тех женщин, которые в пятницу ещё, наверное, была, я в пятницу была на работе, в субботу родила ребёнка, учитывая, что это было кесарево, через 10 дней я вышла на работу. И вот в таком ощущении я жила последние 5 лет. Я сдала недавно гормон стресса, и он у меня слишком высокий. И говорит, Кать, ну вы придумайте, вы как-то подберитесь к себе, успокойтесь, потому что вы не можете планировать дальше ни детей, ни ничего, потому что у вас просто не получится. У вас слишком высокий показатель. Вот. Вот, и я прям вот буквально закупила себе всякие успокоительные, там, я не помню все названия, у меня где-то целый поднос с этим всем стоит. Но потом, вот видишь, меня так успокоили, обстоятельства меня несколько успокоили. Я чувствую, что я сейчас живу без стресса, я об этом уже говорила, и я позволила себе быть ленивой. Я езжу на работу, потому что у нас есть вот эта инициатива, которая начала, да, ребятой. Света Бевза. И это Бевза, Иваня Прова подхватил, и сейчас все подхватывают. У меня не, я просто не понимала в тот момент, как бы первые пару дней у меня, ну, людей нет на работе, и цех был закрыт полностью, я приезжала, просто там перебирала ткани, смотрела, что мы будем делать дальше, с чем работать, трикотаж, может быть, какая-то платье уходит на второй план, спитер, джинсы, что сейчас в онлайне, чем интересуются футболки. Но потом прозвонила фабрики, и фабрики говорят некоторые в областях, кто находится в каких-то областных центрах, говорят, Катя, мы работаем. Даже бывает, там же не самое главное качество сейчас для пошива этих резонов. Вот, и я, и те, с кем я говорила, нет-нет-нет, вы не справляетесь с задачами закоу, потому что что за шоу, бейка не так пришита, здесь не про утюжина, говорю, такую работу не принимаю, здесь я звоню, алло, ну что, вы готовы? Отправляем. Вот, и у нас сегодня должен прийти икрой, потому что вчера была содержка, сегодня ждем, у меня три фабрики ждут сейчас отправку, где я тоже поеду. Ну, молодцы, это, кстати, безумно крутая инициатива, я очень рад, что многие украинские бренды очень быстро отреагировали на призыв света и ее команды, там, Соня Солтест, которая работает, там, ищет материалы, и Надя Шаповал, ну, это очень прикольно. Да, 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 да. Ну, знаешь, смиропонитки, что можем, то и сделаем, знаешь, то есть в какой-то момент я думаю, ну как, а как, а люди не выходят, я не могу взять ответственность за людей, не могу им сказать, нет, выходите сейчас точно, вот, и там, тем более, должны какие-то быть определенные объемы, ну, то есть объемы, потому что нужны тысячи их, и не хватает, а потом раз, подкрыв, фабрики, так, вы не закрылись, мы закрылись, но мы уже решили, несколько человек выходит, и говорю, ну, все, хорошо, тогда поехали. Ну, класс. Расскажи немножко, давай поговорим о современной моде в целом, потому что, мне кажется, мы сейчас находимся на таком большом сломе довольно индустрии, и я буквально позавчера прочитал статью Анджела Флакавента для бизнеса фэшн, где он говорит, что сейчас время вспомнить главные ценности, то есть это качество, это какие-то ремесленные техники, еще что-то, то, чем ценится, собственно, индустрия, а не вот этот вот фаст-фэшн-подход, который развился за последние годы. Как ты считаешь, во-первых, что сейчас важно для людей? То есть люди сейчас больше ценят картинку и визуальный образ, или они все-таки ценят качество и дизайн? Я думаю, что все зависит от возрастной категории, потому что молодежь, которая делает, понимаешь, это же свойственно казаться, а не быть в каком-то определенном возрасте. Я помню, когда я была малышкой, ну, я не знаю, каким-то подростком, не знаю, ну, уже не отрочем, может быть, 20-18, вот такой возраст, и тебе очень нужно было казаться. Ну, то есть ты хотел, ты что-то из себя делал, ты пыжился, ты хотел зацепиться где-то, что-то показать, быть классным среди этим. То есть тебя внутреннее содержание меньше интересовало, тебе важен был антураж. Я смотрю сейчас, как дети моих подруг, у кого 12, 13, 15, 18, им очень нужно казаться. Ну, то, на что мы сейчас смотрим в сторону и понимаем, что ну да, ну поиграй в это, малыш. Ну да, знаешь, они делают эти какие-то странные мейки в 11 лет, когда у них идеальное и так лицо, знаешь, и фильтр как мне не нужно, потому что там где-то я предметные пятна здесь посыпала, ещё что-то. Вот, у них идеальные лица, и они накладывают много тонального крема, и ты смотришь, и ничего не можешь сделать, потому что это новое поколение с их играми, с их задачами. Я думаю, что они будут казаться, снимать тиктоки, не знаю, сильно играться, я называю, что это как бы игрушки к нужному поколению. Я думаю, что взрослое поколение, более осознанное, будет стремиться, конечно, к качеству. И я вижу это в наших клиентах, например, когда мы работали с итальянским шоурумом Гуфанти, который потом закоул, как дистрибьютор, он потом по Италии распространял нашу продукцию, продавал, закупали с разных городов Италии. И в какой-то момент они говорят, Кать, пожалуйста, давай, переходи всё-таки, наверное, на какие-то ткани подешевле, и подводит меня к стойке с пальто, которое отшито, хотя сама в платье The Gold, в пальто The Gold, и ботильоны были наши коллаборации, Кочаровский The Gold. И говорит, ну вот смотри, здесь wholesale на 150 евро дешевле, и я говорю, я знаю, это китайские ткани. Я знаю, какие ткани в Турции, в Китае, в Италии, и Италия, это осознанный мой выбор, работать с классными фабриками. Но может быть, я говорю, вы же сейчас находитесь, вы сейчас в классном Кашемире, почему вы хотите, чтобы я упростилась? Говорю, у меня очень достойные женщины, у меня женщины, которые ценят качество, они ценят работу. Вы обратите внимание, что ваш классный шоу-рум со временем превратился, вот говорю, я не могу понять, он вроде бы немножко лучше Зары, но только местами, потому что даже у масс-маркета сейчас там очень высокая планка, они делают прикольные вещи, очень много, очень классные обуви, всего появляются. Я говорю, я не буду упрощаться, потому что я предам себя, я не хочу, это не путь моего бренда, я скорее всего расстанусь с вами. И я прекратила с ними работать, потом с некоторыми магазинами, просто мы работаем в Италии напрямую, делаем отправки. Поэтому я как представитель поколения мне там 30 плюс, мне 36 лет, я выбираю качество, я могу поиграть, то есть я могу купить ребенку, который очень быстро растет, лосинки или какую-нибудь кофточку, футболку, трикотажную историю, в масс-маркете. Но себе я все-таки предлагаю, я предпочитаю выбирать очень качественные изделия, качественные ткани. Поэтому каждому поколению своему я думаю. Я думаю, что поколение Тик-Так, вот это вот, где там миллионная, не знаю, они все-таки будут реагировать на картинку. А что тебе сейчас нравится и не нравится в индустрии моды? За что ты ее любишь и что бы ты хотела поменять? Интересный вопрос. Я обожаю индустрию моды. Я так хочу, чтобы процветали журналы, ну как процветали, чтобы они были, что о чем я говорила, чтобы они не исчезали, чтобы оставалось то поколение, которое будет брать журналы в руки и получать от этого удовольствие. Я люблю съемки, я люблю шоу, я не хочу отказываться от шоу. Я понимаю, что в условиях нынешних, да, возможно, пропустите, я думаю, как сделать онлайн-показ, например. Я продумываю эти моменты чуть-чуть, что там, как покрутиться. Но это все равно событие, но ты согласись, это событие прийти. Это такая классная эмоция. Это как сходить на день рождения или сходить на свадьбу. Я понимаю, что я давно не ходила на свадьбу к друзьям, но я хожу на показы к друзьям-дизайнерам и получаю эту эмоцию такую же, как будто я побывала на красивом празднике. И нельзя этого лишаться, потому что в этом и есть жизнь. Мода дает эту палитру человеку всегда, что отзывается, каким он хочет быть. Для меня это безумно важно. Понятно, что я человек из профессии. Я как инсайдер, я не могу со стороны что там нравится, не нравится. Я как инсайдер все время только переживала по поводу темпа. Я думала о том, что мы все в сильном ритме. Вот эта мода настолько быстро меняется, настолько, мне кажется, вот ты только сделал пост, ты пролеснул, ты пролеснул, или кто-то сделал пост, ты сделал пачком два раза все, и это осталось в прошлом. А над этой съемкой работали десятки людей, да, например, снимали это все, делали материал, искали полутона, только 8 часов выбирали тот идеальный кадр, который же рыжий пойдет там на обложку или в разворот какой-то, а потом от пальчиком раз, и так быстро все, и давайте нам новую эмоцию, давайте еще. Вот эта вот скорость такая, она, конечно, для нас, для тех, которые находятся по эту сторону внутри, пэшна, да, для нас это очень сложно. Это то, что меня... А скажи свое мнение по поводу, мне интересно тебя услышать. Мне кажется, что сейчас, конечно, такой действительно переломный момент, и в моде нужно находить какие-то новые смыслы, потому что по большому счету идея обычной красоты уже немножко в себя изживает, и на это реагирует даже новое поколение, которым просто мало, ну вот просто мало красивых вещей, им нужно знать, что производство осознанное, что этот бренд осознан, и что мы стараемся не влиять на окружающую среду, и какие-то такие штуки, но даже вот, например, я недавно встречался с Sony, мы тоже об этом говорили, что даже вот это стремление к экологичности моды, оно уже становится каким-то дилетантским, то есть все настолько хотят приобщиться к этой теме, что уровень вот этой осознанности становится ниже, и мне кажется, что вот сейчас время как раз, когда вспоминать то, нужно вспоминать главные ценности, когда нужно делать упор на качество, когда нужно не вкладывать лишних маркетинговых смыслов, когда нужно вот очищаться от всего этого, и как-то строить новую индустрию по новым правилам, потому что то, что работало до этого времени, скорее всего, не знаю, через два месяца уже работать не будет, поэтому вот как-то, мне кажется, что мы в каких-то новых реалиях живем, и на это надо очень быстро реагировать, вот, это, ну, мое мнение. Да, я с ним не могу не согласиться, да. Ну, просто, я делала пост буквально недавно о том, потому что, как бы, есть бренды, которые такую активную политику ведут относительно sustainable, они сразу говорят, мы sustainable, мы делаем то-то, ресайтлинг, история, там, еще что-то, а мы просто, я говорю, вот обратите внимание, всегда у нас не было, я всегда очень считаю каждый метр ткани, который есть, у меня даже, например, бывают истории, когда какие-то есть остатки ткани, я говорю, нет-нет-нет, мы просто не будем их выбрасывать, ты что, здесь все это заложено, говорю, даже если коллекция прошла, мы дошьем сейчас какие-то единицы, мы просим их на сейл, я такой, в этом плане хозяйственник, я люблю, чтобы все, чтобы все, все работало, каждый метр ткани, не было остатков, не было остатков, да, я всегда вот этот алгоритм очень сильно, ну, мы вчера тоже с Ромой просчитываю, высчитываю, какое количество, какую партию заказать, а не разогналась ли я, а я, может быть, я сильно поверила в эту коллекцию, может, немножко нужно сбавить обороты, не нужно, не нужно там, я так всегда отслеживаю этот баланс, я думаю, что очень многие сейчас придут, я вот слушала как раз Лилю Редковскую, которую я очень люблю и уважаю, и она говорила о том, что во время кризиса, говорит, было тяжело, и, говорит, и мой бренд уже через это, мой бренд не проходил через это, потому что ему всего 5 лет, да, он после военных действий, ну, основных на Майдане, которые начинались, говорит, вот я в тот момент, говорит, ушла опять, мы индивидуальные заказы, потому что не было нужды коллекции быть представленной прям в полном, в размахе, вот в шоуруме, говорит, я ушла, и я тогда смогла на индивидуальных пожеланиях, там, ну, и на индивидуальных заказах какое-то время продержаться, окрепнуть, дать зарплату своей команде, но и дальше потихоньку-потихоньку выйти из кризиса, вот, поэтому я думаю, что вот этот personal touch, вот, но он, понимаешь, он в закон, очень часто, как бы, он и так существует, потому что, смотри, порядка, наверное, есть вещи, которые приходят с фабрик, и порядка 80% все равно мы делаем какую-то доусадочку относительно роста, особенностей, какую-то деталь, отдавайте мне жакет, а изменить то, мы все время, если, ну, если это не трикотаж, не кашемир, не вязка, не деним, во все остальное мы все время втручаем, как говорится, я говорю, если человек говорит, я не знаю, боюсь, что я не буду носить изделия, но мне так нравится, потому что вот какой-то люфт, я говорю, подождите, специально для этого у меня за дверью сидит еще 15 человек, для того, чтобы сейчас взять это изделие и уже завтра мы можем вам доставить курьером. Да, посажем, да, класс. Слушай, я еще хотел, знаешь, о чем поговорить тоже в это время? Я знаю твою концепцию про отсутствие черных цветов в твоих коллекциях, ну, по большей мере, потому что в одной из предыдущих ты все-таки уже использовала, но насколько для тебя важна вот эта колористика в позитивном ключе в плане цветов. Вот я, например, сегодня на интервью решил надеть леопардовый свитшот, потому что я знаю, что ты любишь какие-то яркие вещи. Я вообще люблю эксперимент. Я люблю эксперимент. Мне нравится это, потому что это классно. Я на это обратила внимание. И я тоже собиралась, я решила, что я сегодня буду а-ля в халат, это платье, который про платье-халат. И даже надену украшение, потому что ну, хочется хотя бы для эфиров надевать украшение, понимаешь? Вот постарались мы, знаешь, кто как. Но ты хочешь где-то внутри задать вопрос, будет ли чёрный дальше, и в принципе мы ждём чёрный или нет? Вот скажи твои тарифы. Я наоборот. Мой вопрос скорее был о том, почему для тебя так важно использовать такие пастельные, приятные, позитивные тона, и почему ты их так любишь. Почему ты отдаёшь предпочтение им перед чёрным? Знаешь, потому что когда когда зарождался бренд, как раз были военные действия, я как раз только родила, у меня были телевизионные проекты, которые на тот момент закончились, икона стиля, я победила в этом проекте, потом была соведущей в проекте «Моду народу», вот, и знаешь, как бы я помню, что мы сидели семьёй за столом, и и и траур, и Крещати перекрыт, Майкан перекрыт, люди умевараются, страдают, муж депрессии, и мама сидит и говорит, боже, когда же это всё закончится? Говорит, мы люди, вышедшие из постсоветского пространства, мы и так всю жизнь, у меня мама на заводе работала в три смены, серо-синя-чёрная униформа, периодически какие-то такие батистовые сарафанчики в выходной день, да и всё. Говорит, мы тоже, я помню, сколько я работаю в эти 90-е, чёрный гольфик, какая-то дублёночка, и поехала гонять машины из Германии, чтобы прокормить машину, тут параллельно, торговля, ещё что-то, и всё время, говорит, и только в фильмах смотришь, только ходят такие женщины красивые, белый костюм, сверху белое пальто, или кремовое какое-нибудь, или какой-то оттенок пудрового, это же и для лица красиво, это освежает, и как будто, ну, вот мы должны заслужить эту жизнь, чтобы так выглядеть. Я так запомнила её слова, я говорила, мам, ты знаешь, если я буду делать коллекцию, в ней будет много цвета и много жизни, потому что хватит нам уже этого наследия такого тяжёлого, вот, и может это ассоциироваться с какой-то, что, ну, знаешь, там она какая-то легкомысленная, блондинка, ей всё хочется пудренько-розненько, но на самом деле смысл там заложен более глубинный, потому что это это как раз, вот, я пересмотрела фотографии моей бабушки, пересмотрела жизнь в фотографиях моей мамы, и, Тонечка, можно потише, Тоня? Это домашнее интервью. Домашнее дело. Вот, и пересмотрела, и поняла, что нет-нет, я как раз буду тем поколением, которое будет это всё перечёркивать, будет это всё менять, поэтому цвет, поэтому столько цвета. Ромаш вчера говорит, ты, такое всё было игривое, всё сейчас более элегантное, потому что я взрослею, я меняюсь. Но ещё нужно понимать, знаете, какой есть другой момент. Если ты идёшь, например, не знаю, возьмём Монте Наполеона, возьмём Италию, да, Мила? Ты заходишь, и здесь будет у тебя какой-то кукольный миу-миу, он же существует, существует. Ты смотришь через дорогу, а здесь, окей, там, я не знаю, Шанел будет со своей твидовой классикой, да, ты идёшь дальше, ты встретишь Прада со своими линиями, хотя там, ну, они всё равно с миу и Прадой чуть разные. Колодки бывают одинаковые, есть и воротнички, но всё равно миу, они более, более что ли, игривые ещё, да, Прада чуть повзрослеет. Потом будет спорт Макс, я не знаю, будет классическая Кучинелли. Я считаю, что у людей должна быть возможность выбирать, потому что, когда звёзды приходят на шоу, я вижу, когда даже потом по видео, когда Надя Дарфира говорит, это мой образ, Таяна говорит, это моё, Вера говорит, а вот этот лифт, это определённо моё. То есть, у каждого что-то отзовётся, потому что, если классические костюмы, есть что-нибудь такое, игривое. Но пока что я за цвет. Хотя я меняюсь, и меняюсь очень интересно для себя. То есть, мне интересно наблюдать свои изменения. У меня было два или три выхода, где я была в чёрных образах, и мне очень нравится. Я получила массу комплиментов, и, возможно, чёрный цвет всё больше и больше приходить будет за год. Но, опять же, он будет приходить как какая-то роскошь, а не как-то роба моей бабушки, тёмная, чёрная, рабочая, повседневная. Вот я против того, чтобы мы каждый день массово носили чёрный цвет. У меня даже было, когда приезжал Адам Кац, фотограф, к нам, я специально попросила, он говорит, какую ты хочешь съёмку? Я попросила съёмку с ним, она есть на странице The Go. Я говорю, вы знаете, я просто надену пальто и буду идти по улице. У меня был такой серый, с мудровым, клетку пальто, световые джинсы, и я иду по улице. И я говорю, вы поймёте сейчас сами, просто ловите эти моменты. И вокруг меня, вот я стояла на светофоре, и идёт порядка 80 людей, они идут все в чёрном, тёмно-тёмно-синем, чёрном цвете. Вот. И я просто как, таким образом я показала, как эстетика The Code появляется на улице, вот этот свет, и эта жизнь. Слушай, смотри, мы уже с тобой больше половины времени проговорили, я хочу сейчас перейти немножко к вопросам, которые мы насобирали от наших читателей во время анонсов. Так, смотри. Тонечка, можно потише, Тоня? Тоня, пожалуйста, закройте дверь, да? Смотри, тут немножко бутерембовные вопросы. Простите меня. То есть они будут случайные. Нет, всё. Например, что последний раз ты искала в Google? Ты пользуешься поиском? Или что ты ищешь обычно? Да-да-да, нужно посмотреть. Я смотрела, то ли, сейчас, сейчас, сейчас скажу, потому что мне посоветовали вчера, кто-то посоветовал посмотреть, я себе набросала. По-моему, это фильм «Путовство», потому что я так и не добралась до фильмов. Я загрузить и загружала, и себе записала здесь, чтобы потом не потерялась у меня в этом поисковике. Вот, и по-моему, я смотрела, кто играет, актёры, и вот такого подобного рода информация. Что ещё там? Следующий вопрос. Чем первым делом займёшься, когда закончится карантин? Я помню, работать. Я и сейчас приезжаю на работу, я там что-то делаю, посмотрю, как работает онлайн. Я, конечно, как бы супермама, не супержена, не, не, вот это всё. Я, ну, есть те женщины, которые являются большими фанатами своей работы. Я её создала, вот, и просто она очень связана с творчеством. И я, когда работаю, время останавливается, я очень-очень счастлива во время работы, поэтому я побегу туда. Так, следующий вопрос. Я не знаю, он очень женский. Как ухаживаешь за собой дома? Наверное, имеется в виду лицо. Не знаю. Я поняла, что мне инъекции не особо подходят. У меня были какие-то пробы, там, что-то там подтянуть, подвыронить, и мне очень подходят массажи, поэтому когда, ну, на данный момент я не могу этого делать, но ко мне всегда приходят мастеры дома, после работы я возвращаюсь, например, в пол восьмого, в восемь, и у меня начинается массаж. Мне сперва делают массаж тела, и массаж лица, вот для меня это прям самое большое расслабление и удовольствие. И потом со всеми этими маслами я прям ещё нанесу на волосы маслице какое-нибудь питательное и заверну это в сёточку, и такая вот красота приходит с кровати. Прикольно. Особенно маски, я просто знаю, что, например, внешность, она в большей степени зависит от сна, массажа и того, что я ем, ну, как и внешность каждой из нас, поэтому, чтобы я, я, как бы, не, не могу перечислить, там, какие-то, смешала огурец, добавила ещё чего-то, и вот поэтому у меня пошла такая реакция. Я, я в первую очередь должна высыпаться, я знаю это точно. Так, ещё тогда вопрос ещё про еду, раз уж мы коснулись, какой твой любимый завтрак, чем ты любишь завтракать? Я сильно, я очень сильно, я не знаю, как все остальные, но мне важно, чтобы в моей жизни не было дня сурка, чтобы не было повторений, мне нужно менять картинку. Я очень быстро устаю от обыденности, и я, например, даже чищу зубы и могу ходить, мне нахожу, выхожу по квартире, иду к ребёнку, я всё время что-то должна менять, я должна даже менять зубную щётку и зубную пасту, чередовать. Вот точно так же с завтраком, если у меня сегодня были сырнички, то завтра у меня должна быть гречневая кашка, после завтра у меня яичко, потом лососико, кареночка с авокадо, какие-то, мне важно очень, я очень быстро присыщаюсь. Ну понятно, да, то есть важно менять что-нибудь. Так, ещё вопрос, какую последнюю книгу ты прочитала, именно ту, которая тебя впечатлила сильно? Впечатлила, я знала, что будет вопрос по поводу книги, я всем советую, называется Александр Рэй, точно помню, что Рэй, его, по-моему, Александр Рэй, называется Пустышка. Прикольно. Очень советую, прям забейте сейчас в телефоне, вы прочтёте, она на самом деле маленькая, я видела потом позже свою книгу, вы её прочтёте за один день, но это очень интересный опыт, где рассказывается о путешествии души. Я, кстати, от себя могу посоветовать, если найдёте письма Рэберже Иву Сен-Лорану, которые он писал уже после смерти Ива Сен-Лорана, запиши тоже себе, потому что эта книжка просто открывает глаза на 50 лет во первых истории дома. В доступе есть, да, мы сможем онлайн почитать? Я надеюсь, что есть, я читал её в физическом, в смысле, в аналоговом виде. Ну, это вообще удовольствие. Суперкруто, да, он очень прикольно пишет, и, конечно, другими глазами можно взглянуть на Ива Сен-Лорана, вообще на их отношения, это было суперинтересно. Знаешь, так можно посмотреть одну экранизацию, вторую экранизацию, сюда и прочесть книгу и увидеть это всё иначе. Да, да, то есть, ну, у меня прям мозг взорвался от этой книжки, если честно, я очень рекомендуется. Там левосклицательный знак. Вот, так, что ещё тебя спросить? А, очень много, кстати, спрашивают про твой кардиот. Как тебе говорят, повторите название, пожалуйста, чтобы... Письма к Иву называется. Пьер Берже. Очень много спрашивают про твой гардероб и что, на твой взгляд, должно быть в базовом гардеробе женщины, девушки? Слушай, ну, не знаю, я такая-то, Явлина Хромченко рассказывает 25 базовых вещей и всё. Со мной так нельзя разговаривать, вы же понимаете, женщина-праздник. У меня иногда я появляюсь, и мама, кстати, мама, ты куда, накальноват? Я говорю, нет, просто у нас вечеринка, поэтому по поводу базового гардероба со мной, наверное, нет смысла. Мне это, ну, мне, знаете, то есть, то, как я выгляжу на работе, как я бегаю, я на работе, во-первых, потому что я постоянно принимаю лекалы, крой, в макетке, всё, я хожу в халате, потом я раздеваю, переодеваюсь по 20 раз в день и выстраиваю, насколько мне комфортно, и всё, то есть я целый день провожу в халате на работе, и клиенты знают, они меня часто встречают, говорят, ну, опять ты в халате, конечно. Вот, потом еду я, мне не важно, в чём я еду на работу, потому что это просто доехать до халата, ну, то есть вот как-то так. Но когда это событие, когда это мероприятие, презентация, встречи с подругами, какой-то ужин, вечеринка, вот тогда я люблю очень дресс-коды, я люблю, когда есть какая-то тема вечеринки, это такая, у нас есть возможность, у нас появляется возможность разукрасить с помощью одежды свою жизнь. Да, это правда. Ещё вопрос такой тоже философский, на что важно, и тебе часто не хватает времени? На мою бусинку. На моего бэбика. Я прям вот сейчас больше провожу с ней времени, и она, и я вижу, как она больше в меня влюбляется. Она любит, конечно, она любит маму, и всё, я прям вижу, как она больше, больше, потому что, когда она с няней, больше манера к няне появляется, и на мой ребёнок, и наше, как бы ДНК в ней, но она находится очень много с другими людьми. Вот, и сейчас она просто вот на мне, на мне постоянно, странно, что она ещё не в кадре, потому что её просто... Ты попросила закрыть дверь, поэтому она не в кадре. Да, 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 но просто она бы была здесь, она бы включала свет, забирала телефон, сказала, мама, мама, пойдём играть, придумай мне какую-нибудь новую игру. Вот, поэтому это самое важное, на что мне часто не хватает времени. Я мечтаю, я, конечно, я так люблю, когда она, просто я её беру вот так вот, когда она была маленькая, я ещё её кормила, я просто брала с собой на работу, заходила в примерочную, кормила, вот, потом шла по цеху с ребёнком, она была в процессе, она у меня на столах, у конструкторов была, нитки на пальчики надевала, сейчас у неё просто уже свои активити, и гимнастика, и актёрская, и садик. Она проявляет интерес к тому, что ты делаешь? Да, она вчера сказала, кстати, где-то я в другой комнате, она вчера сказала, что мама, я буду дизайнером, я сделаю тебе шарф. Она вырезала из ткани шарфа, они там сшили, и декорировала его блёсточками, говорит, вот я вернулась с работы, она мне подарила шарф, и сказала, что она будет дизайнером. Я бы хотела, мне нравится, когда в Италии семейное дело, мне нравится, тем более для девочки, мне кажется, очень интересно. Да. Ну, кстати, отличный пример украинского такого бизнеса, это Кочаровская, которая тоже, у них там три поколения. Три поколения, Так, ещё был вопрос, который проскользнул в комментариях, вот здесь, поддерживает ли тебя сейчас муж, и как он относится к ситуации вокруг? Это вот здесь, в Ленице прям бежало, я не могу прочитать. Мужчины, да, мужчины сейчас в большей панике, ну, почему-то, чем женщины, поэтому приходится мне говорить мне слова, всё нормально, и это тоже пройдёт. И в этой ситуации я чувствую, что я сильнее, потому что что бывает, что она поддерживает мужчина, а здесь я чувствую, и я, кстати, общаюсь с другами, и говорят, что у всех такая вот история о том, что ну, прям, может быть, возраст, не знаю, потому что у меня же муж на 15 лет старше меня, может, он переживает из-за этого где-то глубоко, но не признаётся, но я просто говорю, что всё, я уверена, я знаю, у меня есть астрологическая карта, я её перечитала, все будут жить долго, всё будет хорошо, в общем, как могу. это правильно, это очень важно. Ещё такой вопрос, сколько ты проводишь времени в интернете не по работе, и есть ли у тебя некая зависимость от социальных сетей? у меня есть зависимость от социальных сетей, я это признала где-то пару месяцев назад, и я, кстати, не знаю, где эта программа, ты знаешь, где прячется эта программа, как отслеживать, или её нужно загрузить в телефоне, как долго ты находишься? Нет, это есть, кстати, она прямо в настройках находится, называется экранное время или скрин тайм, ты просто смотришь, сколько ты проводишь времени, и он там даже анализирует, в каких приложениях ты проводишь время, вот. У меня до карантина, кстати, удалось уменьшить это время, там, с двух с чем-то часов в день, то есть я экранного телефона смотрел два часа в день. То есть ты осознанно контролировал, да, вот расскажи, как у тебя это произошло, ты понял, что это много. Я стараюсь лишнее, у меня есть часы, которые показывают мне уведомления, и я вижу, что какие из них важны, а какие нет, то есть на неважные я не реагирую, а если реагирую, то уже одновременно с теми, когда приходят важные. Потом, ну, понятное дело, что я сижу за компьютером, и часть из всего, что происходит в телефоне, я могу отреагировать в компьютере, вот, но на карантине я тебе хочу сказать, что этот показатель резко вырос, то есть я сейчас в день провожу около пяти-шести часов в телефоне, и то есть я понимаю, что во время работы как-то легче от него отказываться. Слушай, как хорошо, что ты сказал, потому что вот у меня пару месяцев назад я поняла, что существует определенная зависимость, до этого не было, ну, то есть, конечно, ты в работе, ты увлечен, ты бежишь, все, но это тебя выбивает, даже маленькая смска, я настолько устала от рассылок, я думаю, боже мой, я не оставляю нигде контакт, почему мне все время приходят сообщения, и так обидно, получается, ты только садишься, например, я села накалывать шифон возле манекена, да, то есть я вот сижу, мы там работаем с образом, вот, и тут пим, и ты берешь, это может быть няня, которая что-то написала важное, да, вот, и здесь, мы просим у вас завитаты до нас, и я злюсь, и я подумала о том, что мне нужно надеть часы, чтобы по часам и синхронизировать, чтобы я по часам контролировала, и сбрасывала информацию, не отвлекаясь, продолжала работать, потому что ты отвлекаешься, берешь, и это так обидно, потому что тебя выбивают из процесса, тебе все время твой фокус переключает, и над этим нужно работать, и вот часы, это, Женька Примаченко пишет, продам гараж, женечек, я, кстати, вот часть комментариев не вижу почему-то, ну ладно, у тебя какой-то другой скрин, так, что еще, давай зайду сейчас вот в эти уведомления, которые нам присылали во время интервью, прямо, давай, давай, вот классный вопрос, как тебе удается избегать эмоционального выгорания? Не знаю, ты чувства вообще сталкивалась с таким в жизни или нет? А кто сказал, а кто сказал, кто сказал, что удается избегать? Не удается. Учается это со мной. Хорошо, как ты справляешься с этим? Сильная женщина плачет у окна и поплачет, и пару денечков отлежится в постели, но на самом деле я как-то, есть большой плюс, я быстро восстанавливаюсь, и я могу переключиться, например, полететь на, поехать к маме в Харьков на два дня или съездить с друзьями в Одессу на выходные. Раз, и обновилась, и уже у меня идет какая-то определенная волна. Вот, и плюс у меня такая ответственность, я все-таки, мне даже хотелось бы немного забыться иногда, да, но моя ответственность за команду, но я не могу не придать, не прийти и не дать работу, потому что зарплату я все равно должна заплатить человеку, мне работать или попасть с ним заранее, чтобы он нашел другое место работы. Вот, и поэтому это очень сильно тебя включает в жизнь и не позволяет быть тряпкой. Вот, но это происходит и просто вы не видите этого в Инстаграм. Не увидите. Мне кажется, что это такая ширма, за которой все прячутся. Ну, то есть всегда создается только положительный образ. Очень мало кто позволяет себе демонстрировать настоящие эмоции в Инстаграм, точно так же, как они демонстрируют радостные события в своей жизни. Да, ты знаешь, у меня, кстати, есть подруга-психолог, и у меня было пару постов, когда все, у меня нет энергии, я опустошена, и все. И она говорит, кот, ну ты завязывай с этим, ты же сильная, очень много женщин равняется на тебя, ко мне приходят, иногда говорят, вот Катя, она так держится, я говорю, ну это же тоже честно, ну вот, но сдулся шарик, ну нужно несколько дней восстановиться. Потом ее увидят, через какое-то время меня опять, поубаясь, в каком-то красивом платье, на каком-то прекрасном мероприятии, вот, я тоже, ну считаю, что можно это показывать, но просто в этот момент ты себя не очень нравишься, когда тебе это не нравишься, ты не хочешь никуда идти, наряжаться, а себя вот так вот сфотографировать, кривенькой, косенькой, такой, это тоже не хочется, я думаю, хочется отложить, знаешь, это все. А красивые фотографии получаются тогда, когда ты счастливый, с друзьями, go out, знаешь, вот, поэтому, наверное, так и получается. Не трогай лицо руками, не трогай, у меня дома, ну может я дома это хоть сделать-то. Не-не-не, это мне пишет, это мама моя. А, да ты что, привет, привет, поздравляю с днем рождения, у вас прекрасный сын. Умный, талантливый, вообще. Еще вопрос, был тоже про мелькнул тут в ленте, какими характеристиками должен обладать человек, который хочет работать в твоей команде? Знаешь, этот человек должен по энергию очень походить на меня. Вот. Конечно, команда разная, все, но вот сейчас, когда я беру людей, я говорю, смотрите, для того, чтобы, к примеру, если мы возьмем офис и шоурум, если меня нет, и я в целом, в цеху, и чтобы они говорили, а можно Катю? А позовите, пожалуйста, Катю. Я говорю, пожалуйста, будьте вы Катей. Сделайте так, чтобы человек, который пришел в шоурум, он получил эту энергию и эту эмоцию. Будьте рады человеку, будьте открыты, скажите здравствуйте, потому что очень часто бывают такие моменты, что люди, ну, как-то, я говорю, вот человек зашел, а вы его даже не поприветствовали, даже, может, вы там посмотрите, скажите здравствуйте. Он даже не понял, дайте этот вайб, потому что, если Катя, то, как моя подруга говорит, то даже воздух сладкий, знаешь, если я там есть. Я пройду мимо, даже если я иду просто из кабинета в цех, но я не могу пройти мимо клиента, я все равно обращусь, говорю, ой, вы знаете, а примерьте такие же, но в другом оттенке. Вот мне кажется, то есть я скажу какое-то мнение, я что-то посоветую, там девушка говорит, а я уже пробовала эти, я говорю, а я поняла, да, я не видела. Ну, то есть это идет какое-то реально такое человеческое общение, и вот это желание подсказать, помочь, быть открытым, и быть, наверное, универсальным, потому что у нас в команде очень много людей могут друг друга заменить. Кто-то приболел, он говорит, ничего, я сделаю работу там, Ир, или я сделаю работу Ани, я этот момент прослежу, у меня есть доступ к почте, потому что очень часто женский коллектив, насколько кто-то приболел, кто-то уехал, и все, но мы должны друг друга всегда поддержать. Но на самом деле, когда я предварительно даю заполнить план, и мне там люди отвечают на такие вопросы, например, когда вы были особенно счастливы, какой ваш самый прекрасный поступок, ну вот подобного, я сейчас не помню все, я их набрасывала там, и потом по ответам, потому как человек, что отвечает, насколько креативно, насколько открыт в этих ответах, это уже большая подсказка для меня, для дальнейших вопросов. Просто все зависит от того, конечно, ты можешь брать на работу швею, и ты даешь технологическое задание, или ты берешь на работу личного ассистента, но вот это вот ощущение того, что тебе хочется прикоснуться к человеку, тебе нравится его речь, тебе он очень приятен, ты понимаешь, что с ним достаточно легко коммуницировать, вот эта лёгкость должна быть. Так, ещё вопрос, он вообще отличается от остального, но очень интересуется твоими волосами, каждый день ты делаешь укладку, и как ты делаешь? Это я тебя собрал, сразу сгруппировал, всё. Да, 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 я обещаю, ребят, я сниму вам видео, я сниму, просто я ещё успела ездить, работать, я сделаю это видео, и это очень просто, просто у меня пористый волос, и он очень легко укладывается, понимаете, я раз, и у меня уже как будто немножечко другая укладка, видите, ха, вот, сейчас переброшу, сделаю пробор посредине, и буду дуничкой такой вот, отдам волну вот так вот, вот, чуть-чуть чего-нибудь, ну, то есть, они у меня просто очень послушные, но из-за того, что они такие послушные, они очень пористые, а когда они пористые, при покраске, или там, или немножко краски добавляешь, и они начинают сразу, и я не могу отрастить себе длину, вот, в общем, поэтому экспериментирую, пробую какие-то там, пряди для съёмки, чего-то, да, да, а насколько ты строгий руководитель, ещё интересуется, и какой стиль управления? Ой, нужно, нужно, нужно спрашивать у команды, я, я, тихий, тихий, строгий, я руководитель, который очень редко кричит, но, но мне бывает порой очень обидно, знаешь, вот были такие истории, я расскажу в двух словах, чтобы люди, а у нас нет времени, да, у нас осталось три минутки, сегодня. У нас буквально, да, да, три, как говорят, что важно, чтобы Катя хорошо думала о человеке, потому что если у меня появляются мысли, я начинаю плохо думать, человек это чувствует, это видно, и потому что я очень человечна, я всегда могу понять, но если это просто лень или невежество, очень спокойно, и очень спокойно я обращаюсь с людьми, я никогда не кричу ни дома, ни на работе, крик это большая-большая редкость, вот, но как Ольга Ивановна говорит, саму взрослому, она говорит, ну Катя как посмотрит, вот она посмотрит, и мы все поняли, вот они и так охарактеризовывают. Ну это класс. Давай последний вопрос, тоже философский, я его люблю задавать, если вернуться к моменту, когда ты только начинала свою карьеру дизайнера, что бы ты изменила, и вообще меняла ли бы что-либо? Нет, я ничего не меняла, это мой индивидуальный путь, ты знаешь, что я не умею ни кроить, ни шить, я этому учусь параллельно, я просто вот наблюдаю за работой, ребят, и все, и это такой интересный путь, кто бы знал, что сложится именно так. You never know, но вот совершенно бы ничего не поменяло. Если заглянуть туда в студенчество, конечно бы я вот там бы хотела после школы, например, приехать, поступить в Кнутеде, хотя бы к нам здесь, потому что родители не могли бы там позволить мне Англию или Италию, но хотя бы здесь, но жизнь сложилась иначе, и я очень довольна, я не ожидала, что будет такой рост, но за этим стоит огромная работа, огромная. Спасибо тебе за время, спасибо, что мы сегодня созвонились, мне кажется, это классные позитивные эмоции для меня и для всех, кто смотрел. Очень классно получилось. Три человека сейчас. Мне тоже очень понравилось. Да. Всегда приятно. Такие вопросы. Увидимся и уже будем общаться вживую. Спасибо всем, кто был с нами, огромное. Спасибо большое вам. Пока.